Друзья, вышли мы на Тоснинскую объездную и, о чудо, небо очистилось! Дучи остались где-то там позади, дождь прекратился, но то, что он оставил на дороге, это, конечно, еще долго будет сохнуть. Но самое-то главное, что под вечер у нас еще может, мы можем еще увидеть закат. Вот, на часах у нас 16, да, 16.11, так, до места у нас 69 километров, и прибыть мы должны в 17.13, то есть практически за 45 минут до графика. Да, конечно, про закат это я преувеличил, то, что мы его увидим, он уже практически за горизонтом, за тучами, наше солнышко. Ну ладно, хоть посветлело. Будет, как говорится, приятно на чистое небо посмотреть. А то едем сегодня весь день, как в сумерках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и пробежали мы Тоснинскую объездную, друзья. И до съезда с М-10 на Южное полукольцо нам осталось всего-то один километр. И вот уже визуально даже видно впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что перестраиваемся в правую полосу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, на часах 16.22. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А до места нам еще 53 километра. Но даже если положить на эти 53 километра целый час, то все равно мы приходим с запасом 40 минут. И вот такая здесь большая улитка сделана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас мы выходим на Южное полукольцо. До Гатчина пишет указатель 47 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем мы прямо на закат. Где-то там за облаками скрылось наше солнышко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы уже переезжаем в М-10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И берем направление прямо на Гатчина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь уже Гатчина 46 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще один указатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что на этом указатель? А на этом уже 40 километров за Гатчина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы быстро идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и дошли мы, друзья, до платной дороги. По которой я сегодня хотел ехать сюда, в Гатчину. Но в последний момент передумал. Посмотрел на часы. И решил... Вот она у нас. Платная. Под нами М-11. Посмотрел я на часы и решил, что... Я успеваю и по альтернативной, по халявной дороге пройти. И предчувствие меня не подвело. И хотя до места нам еще 45 километров, но я считаю, что это уже ничего не изменит. Каких-то еще 45 минут нам на дорогу. Да, ладненько, не будем загадывать. Сейчас мы опять идем к дождю. Только мы от него ушли. И тучи опять сгущаются, потому что мы повернули прямо на закат солнца. Это как в фильме про торнадо. Когда они там ловили тучу. Вот я так же тучу потерял, теперь опять ловлю ее. Мало под дождем шел. Сейчас еще надо добавить. Да, и сразу так нахмурилось все. Картинка омрачнела. Да, но судя по облакам, они идут у нас на Москву. Может даже обойдется. Обойдет нас дождик стороной, но за 44 километра всякое может быть. Друзья, ну что? Тучки ушли у нас на Москву. Небо почти очистилось. По часам у нас сегодня 17 часов ровно. И на улице. Так, у нас здесь по три камеры висит. Так что, обязательная остановка. Да, и за бортом у нас 0,5 градуса с плюсом. И у нас еще час времени на то, чтобы доехать до места. А до места осталось... Так, ну пишет он мне, конечно, неправильно. Он меня через город тянет. 13 километров через город. А мы-то пойдем немножко сейчас по объездной дороге. Ну ладно, сейчас доедем и увидим. Все пока у нас в норме. Единственное, что лишь бы только переезд сейчас там не закрылся. Там есть два подряд переезда. Три мы переехали. И еще два. И тогда будет все в елочку. Друзья, въезжаем в войсковицы. И нам остается 750 метров до поворота на Большую Ижору. Вот таким макаром мы объезжаем к Гатчину. И заходим в нее практически с другой стороны. Да, конечно. Так, и будем смешить. Конечно, уже фары залепило. Стекла боковые тоже уже нечистые. с той стороны. Ну, надо думать, друзья. Все-таки за 850 километров я посчитал. Сегодня утром я выезжал. сегодня утром выезжал до места. Оставалось 855, по-моему, километров. И я ни разу не остановился, чтобы протереть стекла, фары. Все, как говорится, мылась дождем. А тем более мы же шли днем. Вечером, конечно, сейчас вот, да, фары бы надо протереть, но мне уже до места осталось 13 километров. Я уже сейчас доеду прямо, наверное, с закрытыми глазами до места. Какие уж тут фары. Тем более на часах уже 17.09. И бас! Засада! Так я и знал. И встали мы на переезд. Да. Вот чего я и опасался. Оно то и случилось. Но я уже посмотрел. Вам-то не видно было, а мне все-таки было видно, что состав-то уже грузовой прошел. Если, конечно, сейчас не будет еще одного не будем ждать, то тогда мы должны бы как бы по идее сейчас и поехать. Ну, посмотрим. Так, на часах у нас 17.10. 0 градусов за бортом. И поездку нам показывает 1150. это от самого нижнего Ногурна. Да. Вижу я, что переезд не открывается. Значит, ждем мы еще состав. А это уже хуже. Что видим? Вижу я. Идет тепловоз. электровоз. Точнее, электровоз один. Ничего себе. Не вижу никакого состава за ним. И это вот мы его ждали. в 7.10. Мы остановились. А сейчас 7.15. Да, пять минут. Вроде немного. Но лишь бы открылся переезд. Ура! Мы поехали. Так, теперь бы еще успеть до следующей электрички добраться до переезда и переехать его уже. Да, тут так же опять стоит знак стоп и все начинают ему кланяться. Но зачем, если есть светофор? А, если он тут только без бело-лунного света возможно и тогда может быть да он без третьего глаза он без третьего глаза а это обязательно остановка ребята потому что основной светофор может и не работать ну бывает технически неисправен а знак стоп как раз все это дело и предупреждает ладно отметились и поехали так ну что слава богу мы преодолели светофор теперь можно ехать да друзья преодолели мы конечно не светофор а переезд все уже начал забалтываться уже просто большое желание быстрее дойти до места да пишет он мне все так же 13 километров осталось 12 12 уже и прибытие аж в 17 44 да на часах 17 19 уже да там я сейчас еще деревнями поеду а там ограничение до 40 километров в час ой да ой да ой да да вот этот жиджидэ переезд прям немножко выбивает из графика так доехали мы до нашего поворота на гачину всего тут осталось 7 километров но у меня вышел вот этот микроавтобус передо мной и он никак не хочет ехать быстрее а нет побежал побежал ехай а что подмораживает уже что ли 0 градусов не должно бы морозить значит на скользком асфальте просто пробуксанул думаю ничего себе вот это да вот это новость ну за что мне вот это тот не ехал теперь этот меня оттормаживает теперь они разобраться не могут кто первый повернет это вот закон подлости когда торопишься ну на тебе какие-нибудь занозы встают началось переезда теперь здесь сейчас еще в населенных по-моему тут где-то лежачие полицейские были или я уже с другой местностью путаю да знак кочки стоит 40 километров вижу а нет здесь просто полос таких наложили демпферных чтобы не разгонялись перед пешеходным переходом ай-яй буксует буксует на сыром асфальте я думаю наверное все-таки ай-яй подмораживает что ли что-то даже удивительно ну ладно до места осталось совсем чуть-чуть сейчас уже доберемся все равно друзья ну что вот мы уже и в галактике долетели мы на часах 17.43 все выписали пропуск теперь теперь мы уже на месте выполнение миссии на сегодня сегодня у меня на этом все я с вами ненадолго прощаюсь но лишь ненадолго завтра я жду вас снова на своем канале а пока у меня сегодня все всем спокойной ночи пока-пока пока-пока